Добрый день. Как сказали, меня зовут Максим Павлов. Я работаю в компании X5 TechLead. Это значит, что я наполовину консультирую бизнес по поводу машинного обучения, наполовину участвую в разработке инженерных продуктов. Сегодня я хотел рассказать про моделирование спроса, но давайте вкратце расскажу, что у нас в принципе в X5 очень большое количество команд, которые используют Big Data, Machine Learning и разного рода аналитику, чтобы приносить прибыль нашей компании. Это достаточно такая сложная работа. Я постараюсь рассказать более практические вещи, то есть как мы это делаем, зачем, какой это дает нам профит, так сказать. Будет две части, условно одна бизнес и я немного расскажу про техническую часть, если это будет интересно. Ну, на случай, если здесь есть технические специалисты, например. А так, давайте начнем. Так, в принципе, зачем нужен прогноз спроса для ритейла. Чтобы к этому подвести, можно рассказать, какие есть вехи развития. Например, когда магазин один, это на какой-то маленький магазин у подъезда, то мы точно знаем, например, что мы продаем. Там директор, он же продавец, всегда знает, что закупать. Что к нему привезут, то, собственно, и продает. Здесь как бы не нужен особо прогноз спроса, от него никакой пользы. В какой-то момент магазинов становятся десятки. Тогда нам уже надо понимать, что мы везем, куда везем. У нас может быть своя машина. Нам надо распределять заявки, собирать заявки и так далее. Может быть, это уже что-то хранить дополнительно, чтобы это было быстрее. В какой-то момент времени магазинов становятся уже сотни. Здесь уже внедряют свои какие-то системы, client relations management и так далее. Нам надо управлять складами, управлять своей логистикой. Это все сложно. В такие моменты, как правило, уже кто-то занимается прогнозированием. В нашем случае магазинов уже тысячи. У нас недавно открылась 14-тысячная пятерочка. И здесь нам уже очень сложно становится. Потому что, чтобы подтвердить одинаковые товары по всей сети, нам надо договариваться чуть ли не за год вперед. Для этого нам надо понимать, сколько мы будем продавать, сколько у нас купят, сколько у нас будет остатков и так далее. Как мы это будем делать? У нас есть уже много своих распределительных центров и так далее. В этот момент прогноз спроса начинает очень даже сильно влиять. Второй вопрос с другого края. Когда уже надо было прогнозировать продажи? Мы для себя выполнили такие небольшие вехи. Это когда заказывают и продают товары. Например, уже разные люди. Затем, например, когда рост товарооборота на 1% всего уже полностью покрывает затраты на одного специалиста. Это в районе где-то, наверное, десятков или около того магазинов. Ну и затем самый идеальный вариант – это когда бизнес-процессы уже отлажены и вроде как заниматься нечем. Даже если магазины маленькие, тогда можно заниматься типа как прогнозированием. Мы все знаем, что этого никогда не бывает, потому что бизнес-процессы растут вместе с компаниями, в них больше хаоса чаще, чем порядка. Поэтому это идеальный случай. Зачем нужен в нашем случае прогноз спроса? Например, снижаются затраты на логистику. Мы не привозим лишнее, привозим только то, что надо. Повышается точность доставки. Количество остатков в магазине, потому что нам их негде хранить. Чем мы больше храним, тем мы меньше можем привезти в следующий раз, тем хуже наш сервис. Таким образом косвенно увеличивается товарооборот, растет количество людей, которые приходят. Ну и самое важное – это когда растет наш профит, то есть доход. Здесь можно отметить, что здесь не только прогноз регулярного спроса, но здесь также участвует прогноз промо. Это отдельная немного задача, когда мы пытаемся привезти товары, на котором, например, большая скидка, которых нам надо продать много и быстро. Здесь тоже участвуют. Я поподробнее попозже расскажу. Но у нас в итоге, естественно, не бывает все просто, потому что в какой-то момент становится очень много бизнес-заказчиков. В нашем случае, например, есть логисты, которые хотят, чтобы… Мы им точно говорили, сколько везти, сколько машин, чтобы они оптимизировали у них свои какие-то цели, свои задачи. Есть директора магазинов, которые тоже хотят понимать, что у них будет и когда, чтобы планировать, например, склады или планировать размещение или выход людей. Есть распределительные центры и так далее. Есть на самом верхнем уровне – это бизнес-заказчик, это, например, директор той же пятерочки или перекрестка, у которых вообще другие, может быть, цели не связаны никак с остальными. Вот между всеми не менее надо как-то лавировать, чтобы найти общие интересы. Затем прогноз проходит очень часто дополнительную валидацию. То есть мы, например, говорим, что вот привезется на там, не знаю, 100 упаковок мороженого у нас купят. Логисты подумали, такие, ну 100 нам что-то неохота везти, давайте мы привезем 150 сразу. Такие вот вещи. То есть мы вроде спрогнозировали одну цифру, но на самом деле по факту приедет другая. Качество данных, как правило, тоже не очень высоко, потому что в каждом магазине, например, немного все по-своему заполняют формы, там все свои системы, там, например, кто-то там указывает цену отрицательную зачем-то, потому что ему кажется, что таким образом надо отметить, что товар не продается или чтобы его не привозили. Так как мы делаем все это на базе больших данных, то такие фокусы мы не можем иногда отследить. Очень важная проблема, что мы иногда не можем понять, сколько нам напрямую приносит денег наш прогноз. Как раз это связано с предыдущими проблемами. То есть все бизнес-заказчики не могут напрямую договориться, сколько им дает это напрямую денег. Поэтому мы, к сожалению, не можем точно договорить, и это очень сложно иногда бывает защищать наши проекты перед бизнесом. Затем, когда все хорошо, допустим, у нас уже все есть, аппетиты возрастают, захотят люди узнавать, что будет, если мы, например, снизим цену на наши товары, или привезем больше, или привезем в некоторые только магазины, а в другие другое. Вот в таком плане. Это называется такой вот и в сценарии. Это довольно сложная и немного дорогая задача. Иногда прогнозы нам требуется делать реально на полгода вперед. И, как вы понимаете, в нашей среде это очень сложно. Нам надо понять, например, в декабре, сколько надо товаров, например, яиц закупить на Пасху. Это вообще очень тяжелая задача. Ну и в связи с этим у нас всегда не хватает ресурсов, чтобы все хорошо посчитать, потому что очень все любят точность, все любят качество, но из-за этого надо очень много железа. Можно выделить основные вехи, какие есть подходы, в принципе, прогнозированные. Есть, например, авторегрессионные. Ну и так для информации, что мы, например, просто смотрим на прошлое, грубо говоря, и пытаемся спрогнозировать в будущее. Это такой стрейтфорвард подход. Он достаточно хорошо работает, но можно лучше, грубо говоря. Здесь вот как раз используется то, что у нас это машинное обучение. Раньше об этом особенно много упоминали. Здесь немного нетипичный бывает подход. То есть здесь очень большое количество признаков внешней информации, не только прошлой, но и мы используем прогнозы на будущее. У нас, например, погода, какие-то данные от поставщиков используют и так далее, чтобы повысить наше качество. Это довольно сложный подход. Многие пробуют, у многих не получается, но зато как результат у него, как правило, выше качества. И если у вас очень много денег, то можно смешивать оба подхода, например, сделать один другой, делать что-то среднее. Вот кажется, что это смешно, но на самом деле бизнес-заказчики иногда так делают. Типа, мы не знаем, какой будет лучше, давайте попробуем и так, и так. Почему бы и нет, если есть такие ресурсы. Как это работает у нас? У нас достаточно, у нас есть три сети. Это как бы независимый бизнес-заказчики. Это пятерочка, перекресток, а карусель. Прогнозы требуются, как правило, от 4 до 12 и дальше недель. Ну, то есть понятно, что если мы спрогнозируем, что, например, нужен салат завтра, его просто никто не привезет. Его нет ни на складах, ничего нет. Поэтому мы, как правило, далеко. У нас довольно сложный технологический пайплайн. Он многоступенчатый. У нас есть свои кластеры. Много всяких различных ухищрений используется. Я могу поподробнее рассказать, если будут потом вопросы. Если коротко, то у нас используется подход, называется градиентный бустинг. Он дает, ну, с точки зрения, скажем, затрат-качества, он очень хороший результат дает. И я немного постараюсь рассказать, какие у нас бывают частые вопросы от бизнеса. Они хотят, например, чтобы мы что-то учитывали и что мы на это отвечаем, например. Какие признаки, например. Метрики качества. Это математика, я пропущу. Ну, давайте так. Что вообще, в принципе, хочет замерить бизнес? Бизнес хочет понимать в идеальном мире, сколько денег им дает прогноз. Я уже говорил, что это очень сложно. Поэтому это идеальная метрика, которую мы пытаемся оптимизировать иногда, но это, как правило, не выходит. Поэтому есть стандартные метрики. Одна из них вейп. Это, грубо говоря, насколько мы ошибаемся в долях. То есть, например, привезли на 10% больше или меньше. И байс, это смещение, это вот как раз больше или меньше скорее. То есть плюс или минус. Ну, например, выгоднее иногда привозить больше, чем меньше. Чтобы был товар, чтобы люди к нам приходили. И вот что мы используем. У нас очень много всяких разных данных. Мы используем в основном много математики, чтобы посчитать всякие разные признаки для алгоритмов, агрегации. Внешние данные, которые мы либо закупаем, либо сами как-то создаем. И рассчитываем много всяких разных показателей. У нас распределенные команды. У нас есть некоторые, скажем, стандарты, стандарты, как мы работаем параллельно в командах. Это как раз используется в валидации экспериментов. Если коротко, то так как людей много, нам надо, например, участвовать в проведении экспериментов, нам надо выделить самые лучшие эксперименты. Поэтому мы выделяем какой-то там фрагмент данных. Каждый из участников проводит на них свой независимый эксперимент. Если он удовлетворительный, то мы его попытаемся добавить в наш общий прогноз. Иногда, даже если качество очень высокое, нам приходится эти признаки игнорировать, потому что их очень сложно эти данные получать. Коротко про данные. Используемся, естественно, по максимуму это базовые признаки. Это, например, цены, товары, продажи за вчера, за неделю назад, за месяц назад и так далее. Или, например, всякие росты цен, ранги и так далее. Очень много требований от бизнеса, например, что-то учесть бывает. Например, часто вопрос, как вы учитываете то, что некоторые товары продаются вместе лучше или хуже. Ну, например, там несколько сротов пива стоит. На какой-то один мы снизили цены, что будет с другим? В целом этот подход называется голой или каннибализация. То есть некоторые товары продаются вместе хуже или лучше. Это одна из частых просьб от бизнеса. Мы постарались учесть, очень сложные подходы использовали. Выбрали для себя несколько более-менее рабочих. В принципе, отвечаем, что это да, это у нас учитывается, например. Всякую разную математику я не буду подробно рассказывать. Погода тоже очень важная вещь. Мы довольно интересную фокусы делаем с погодой, так сказать. Понятно, что погода интуитивно должна каким-то образом влиять на прогноз, но непонятно как. Поэтому мы используем не просто погоду, например, на сегодня, а мы используем историю прогнозов погоды. И это очень довольно такой интересный признак, потому что его ни у кого нет. Даже там у Яндекса, у остальных компаний, они их, как правило, не используют. Вот мы придумали себе такое использовать, и нам очень помогает. Пытаемся каким-то образом сгруппировать магазины. Это тоже нам иногда помогает, иногда нет. Аномалии в данных убираем и довольно сложно очищаем. Вот про конкурентов. Очень частая история. У нас требует, например, бизнес тоже. Учесть конкурентов. Как это сделать? Непонятно. Потому что, на самом деле, конкуренты могут иногда открываться, могут и закрываться, но информации про это нет. К сожалению, никто не занимается прям качественным сбором такой информации, которая бы использовалась в дальнейших прогнозах. Поэтому мы, на самом деле, решили полностью отказаться от этого признака. И считаем, что, на самом деле, эта информация косвенно заложена в остальных признаках. Также у нас используются какие-то данные от лояльности. То есть, например, у нас есть данные карт лояльности, демография. Какие люди куда-то ходят, что они чаще покупают, в каких долях, как это изменяется. Мы тоже используем. Ну, правда, не так уж сильно влияет, но тем не менее. Смотрим эластичность по цене. То есть, некоторые товары, например, более эластичны, некоторые менее эластичны. Мы пытаемся это каким-то образом учесть, но это довольно сложная и дорогая по расчетам операция. Поэтому мы сейчас ее не используем. Реклама. Очень тоже частый вопрос от бизнеса. Вот мы там тратим, условно, миллиард в год. Ну, для нас это не условно. Мы действительно тратим миллиард в год. И непонятно, как это. То ли это окупается, то ли нет. Есть традиционные подходы от медиаагентств. Они не дают достаточно качественный ответ, потому что они очень сильно заинтересованы в результате. Мы со своей стороны тоже попытались это оценить. В целом, если коротко туда, реклама влияет. Насколько сложно сказать, но она скорее окупается в нашем случае. Ну и то, что мы пытаемся некоторые независимые категории вместе прогнозировать или раздельно. Здесь тоже есть смысл. На самом деле много маленьких категорий имеет смысл прогнозировать вместе, потому что их совместная информация улучшает прогноз на каждую из них. А большие категории, они могут быть раздельны. Ну, в целом, это все. Это вот мой коллега, который на самом деле хотел рассказать сегодня, но не смог, Валера Бабушкин, наш директор. Ну, в целом, это вроде бы все. Если будут какие-то вопросы касательно технической части либо части про взаимодействие бизнеса и качества, расчеты как-то используются, я смогу потом ответить. Редактор субтитров А.Семкин